Всем огромный привет! Сегодня мы едем получать Лёше международные права. Ура! Да, чтобы можно было комфортно ездить за границей. В общем, я не знаю весь процесс, как это происходит, но я решил зарегистрироваться через сайт госуслуги, и там написал заявление, оплатил сразу же госпошину, сходил, сделал фотографии, и сейчас мне только осталось их получить. Получают их очень быстро, в течение получаса-часа. Проболтала все утро с подружкой по телефону, с волосами ничего не сделала, толком не накрасилась. Кто в теме? Я хочу вас поинтересоваться. В какой программе вы сидите? Тик-Ток или лайкеры? Лайки. Дело в том, что нас с Алисой в Тик-Токе заблокировали, и мы не можем временно добавлять видео. Я так думаю из-за того, что Алисе нет еще 13 лет. А Леша у нас сидит в Тик-Токе, и у него, кстати, очень уже популярный такой аккаунт. Ну, я считаю, что популярный, да, Леш? Да нет. Нет? Ну, все равно активно смотрит. У Нины некоторые видео там набрали огромное количество просмотров. Еще Сережа, оператор, тоже в Тик-Токе. Им нравится. То есть взрослым нравится в Тик-Токе, а детки, видимо, сидят в лайке. Вот и я тоже думаю, может, нам с Алисой перейти на лайки, потому что я в основном Алису снимаю, но кое-где снимаю себя. В общем, наверное, я этот аккаунт удалю на Тик-Токе, и мы перейдем на лайки. Вот так. Вообще, кто сидит? Расскажите мне, пожалуйста, вот эту систему, права я или нет. Видим по центру Краснодара. Оля ведет нас типа мимо пробок. Ты еще не избавился от Бузовой? Нет, надо избавляться. Мне Гарик больше нравился. Смотрите, как красиво. Что это за здание, интересно? Через 200 метров поверните налево. Поверните налево. В центре Краснодара очень много красивых зданий. Очень много. Старинных, красивых, отреставрированных. Центр мне очень нравится. Как красивая церковь сейчас из-за дерева. Она покажется. Смотрите. Это вообще-то собор Александра Десского. Собор, да. Смотрите, красота. Очень красиво. Вот мы развернулись, смотрите. Как красиво. Правильно, что не поехали по сторону? Вот новый маршрут. Прямо три. Приехали в ГАИ. Не знаем, куда идти. Вон туда прямо. Прямо, да? Вот здесь сверка, похоже, проходит. Машин много. Спасибо. Слушай, ну сегодня фото лучше у тебя? Он, короче, начал фотошопить ее. Ты опять к тому же фотографу пришел? Он ее начал фотошопить. Я ему сказал, не надо, не фотошопить. Все, он сразу же руки убрал. Вот такая. Так ты без фотошопа лучше выглядишь, чем с фотошопом. Кто не смотрел наше видео, в прошлый раз Лешу так отфотошопили, что у него лицо стало квадратное. В общем, мы убрали вот этот вот жирок. И что-то еще с лицом сделали. Он такой смешной был вообще. Вот так выглядят международные права. На английском языке все? Нет, на разных языках. На разных? Да. Ребят, на в ГАИ, смотрите, как здесь. Уютно. Уютненько, да. И чистенько. Ну-ка, что здесь? Нарисовано, да? Какие у тебя категории, что ли? У меня всего две категории. А как обозначено? Боицы. Не знаю, вот здесь, наверное, снизу с носки как-то. На китайском, на арабском. Сейчас поедем в Красную площадь. Леши на двоюродной сестренке нужно купить кофточку для костюма. А потом мы поедем в СДЭК. Мне придут полоски отбеливающие для зубов. Я вам покажу, какими я пользуюсь. Отбеливание делаю раз в год, раз в два года даже. Последний раз делала. Ну, очень давно делала. Вот. Покажу вам полоски, которые мне нравятся. И от которых зубы не сильно болят. Ребят, проезжаем мимо фирмы, с которой я работаю. Они ведут полностью мой весь бухучет. Директор доволен. Мне очень нравится. Я работаю с ними уже два года. Раньше работала с другими, а вот с ними мне очень нравится. Вот здесь мы заказывали шторы на втором этаже. Вот, видите, написано шторы. И кровати заказывали здесь. Компания «Оптовик». Улица Российская, да, Леша? Ростовское шоссе. А, Ростовское шоссе. Я думаю, Российское. Нет? Ребят, я поставила геолокацию под видео, когда мы шторы заказывали. Я почему-то была уверена, что это улица Российская. А потом у меня женщина в Инстаграме спросила, а где вы заказывали шторы? И я ей, ну, сказала, геолокация стоит под видео. Мне так неудобно. В общем, мы на Ростовском шоссе заказывали, не на улице Российской. Только быстро извиниваешься. Я извиняюсь. Я извиняюсь. Не туда уедет, да, лежит? Очень неудобно. А, тут 40 написано. А нам надо 42. Вот эту давай возьмем 42-44. Вот 42. Новая коллекция. Видите, какие вам пасы? Вот такую хотим ей купить. Курточку, кофточку. Курточку, я говорю, кофточку. И это уже утепленная осенняя модель. Ну, в Трябинске уже холодно. Да. Ну, конечно. Класс. Вот это классная. Я больше не купила пасы. И вот такой расцветки. Это что у нас? Это кофточки, водолазки. Так. Ну, бархатная я не хочу, не есть. И такой тоже. Ну, это же как шапки были эти, хоккейные. Помнишь, хоккей написано? Такая же вязка даже. Размер вообще. Ну, размер мой, я не беру. Почему эска? Оверсайз, наверное? Да я знаю, что не будет. Что взять? Классные. У Леши есть синие, он еще хочет красные. Синие, крутые, да, вообще. Вот еще крутая новинка. К моим кроссовкам подойдет. Классные. Есть, вот, или, которая... Ну, подходит, или? Есть, или? Эмечки. Это я. красивыми иностроны а у тебя ли что а у меня нет ложки или есть как красивыми не страны супер очень вкусно очень красиво да ведь я все время забываю как называется этот ресторан лёш как он называется да кармелы или до кармелита кармелит короче она нас кормит вот начата написано оранты оранты написано мой салатик с креветками с кедровыми орешками помидорками и авокадо блинчики с маскарпоне и ягодным соусом нам с лёшей вдвоем была сегодня в поме хотела что-нибудь купить себе для полета кроссовки хотела заменить а ничего нету вот это вот самая удачная модель у них и представляешь они говорят это уже прошлый сезон аналогов то нету вот я не знаю даже что я буду носить когда у меня не будет этих кроссовок потому что они самые удобные самые пушистые мягкие подушечки вот так вот найка ирмакс найка тяжелые эти легкие хотела себе кофточку купить и футболку но вы смотрели в общем но это я новую коллекцию примеряла не понравилось мне и не знаю в чем лететь охота в чем-то новеньком лёша говорит ничего не покупай потому что мы полетим в таиланд но считаете там все есть все можно купить в таиланде тем более мы несколько дней будем в бангкоке хотим еще раз нам все посмотреть погулять потусоваться вот в бангкоке нам очень понравилось и я кстати не знаю какая там погода таиланде какая погода по-моему сезон дождей нет уже ну ладно в принципе не важно какая погода там в любом случае будет тепло хоть дожди хоть не дожди вот этот недавно этот жизнь за границей они там интервью кого-то брали там я включил смотрю сидят шортах просто ветрено понятно забрала только что посылку с дек сейчас покажу вам какие полосочки я заказываю краснодаре уже становится прохладно сегодня с родственниками разговаривали из челябинска говорят уже снег пролетал даже холодно очень сидят в кофтах связь выходили в кофтах сидят холодно так смотрите что я заказала ну это письмо очень рады заказывала кстати сайта как он называется провай true вот могу его посоветовать потому что заказываю с ним и не первый раз раньше правда разница была в том что можно было оплачивать при получении а сейчас нужно оплачивать сразу это не очень удобно и многих людей отталкивает о кстати смотрите мне еще куда карточку дали минус пять процентов на следующий заказ и постой заказала white white и link терапия креста давать ну ну такая тяжелая с собой и заберу тай вот такие вот крест они считаются самыми лучшими самыми сильными вот полосочки отклеиваете их от основы приклеивайте на зубки на 30 минут но больше 30 минут не стоит держать иначе зубы начнут болеть потом не с первого раза конечно с третьего с четвертого могут начать болеть поэтому лучше не передерживать вот и здесь смотрите написано на верхние нужно и на нижние в принципе можно одну полоску вот так разрезать и делайте наверх и на низ и потом также вторую наверх и на низ кому как удобно вот мне иногда удобно разрезать потому что эти полоски достаточно широкие а я не люблю их подгибать на обратную сторону зубов не знаю мне не нравится мне тошнит начинает поэтому мне вот этих полосок хватит даже больше чем здесь указано вот написано 40 полосок на 20 на 20 дней вот а мне хватит на 40 дней но я конечно 40 дней не буду делать я могу их разделить на полгода еще раз на полгода вот так короче классные лёша тоже предлагала говорю давай вот тебе тоже сделаем как нет не не надо он боится что у него зубы будут чувствительные очень будут чувствовать боль да вот ну а я люблю это дело люблю пока крашусь нанесла быстренько держу накрасила сняла все мы зашли домой забрать игрушки которые отнесем к маме смотрите какая кровать пришла лисюша и чем темнее на улице тем она становится темнее но цвет такой приятный бежевый он подойдет в будущем под любой интерьер если даже будем здесь обои менять например или будем опять куда-то переезжать это кровать везде впишется потому что этот цвет универсальный бежевый и такая как замша вот я извиняюсь что не заправила кровать с нами сегодня спала лика малышка пол кровати заняла вот вот такие дела хочу заменить вот эти ящички но сейчас нет совсем времени в икеи продаются если тканевые брать то белые и темно-фиолетовые вот еще пластиковые но пластиковые сильно тяжелые для детской комнаты если алиса будет что-то брать вот так вот да сверху то пластиковый ящик может упасть и на ноги но это очень опасно поэтому скорее всего для детской комнаты лучше тканевые братья и наверное мы заменим на другой цвет ну хотя в принципе лишь вот ты так смотришь нормально да для детской комнаты что цветное но единственное вот ведь в цветовой гаммы не вписывается потому что у нас здесь будут шторы такие нежно-фиолетовые с белым белая такая вуаль лёша просто не хочет париться он уже скорее хочет уехать да ладно ладно все не буду тебя мучить вот смотрите какая прелесть обалдею я я обалдею от этой кровати она с подъемным механизмом классно можно покажем сборщика не дозна не дождались так не дождались вчера сборщика лёха молодец сам все собрал вот что-что а это вообще за ним не заржавеет вот смотрите с подъемным механизмом с ящичками ящики на вчера не привезли сегодня довезли днище да да ну классно давай закрывай вот так аликать к зайка маленькая лизит хорошенькая да папа хохочет лизит мышка на все побежали так вот игрушки ты кофточку лесенки взяла у нас реально прохладно уже становится по вечерам понесем все к маме еще хотела подушки отнести но пока не знаю какие попозже наверно отнесу я иду подожди купить поджиг вот лисенькины басики наверное нет лишь ты прав я их оставлю здесь потому что алиса все равно их любит и не играет спит на них валяется вот а это все можно маме унести ровно доченьку от мамы принесла игрушки алиса из этих игрушек уже себе она выбирала снова назад несём как всегда где наш папа кстати у деда его нету бабы не остался ну будем надеяться что дома